он нам встречается но он вот высыпается белый кирпич у нас встречался там на красно-краснопресненской и горелый тоже весь горелый а теперь пошли короче говоря я полагаю что какие-то здесь стены были до до крымской войны вот теперь смотрим там вот здесь бабушка вот в этом она подъезде жила да 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 посмотрите на эту прелесть нужно все кирпичом найти рамы рамы такое ощущение с девятнадцатого века просто бросили все и подъезд был там вход где-то вот это вот ну как бы вот это поддерживает потому что там офисе вот это все здание отдали глушков подарил вот этой церкви когда они ее устанавливали вот этот дом они налоги не платят они с нее высосили все деньги которые можно было и сейчас просто оно разрушается его никто не устанавливает ничего это здание а люди живут а люди здесь живут двенадцать семьи видите как дом разрушается и вот в этом доме когда прокладывали трупы находили кости человеческие останки почему они сделали вид что здесь было кладбище они на это списывали а мы видим что там для церкви стоят дома это конец девятнадцатого века уже там дома стояли какое кладбище и мы видим тень от большого дома огромную и откопанная церковь она это была вся закопыш здесь кошачьи ну здесь камышные микросы в этих подвалах вот это вот как бы отдельно достроился этаж достроился да вот это могло все в девятнадцатом веке достроился вот это было раньше видно даже шва они разные швы это дом был так что здесь не кладбище было а кладбище здесь вот немножко остались могилы вот они уже они были все под землю никто про них не знал даже в советские времена никто не знал потому что вот это все раскапывать стали после того как передали церкви кстати с этой церкви тоже очень интересная история она там несколько раз пустовала в 1800 середине девятнадцатого века и ее хотели разобрать на кирпичи вот эту церковь сергиевская потому что здесь не было прихожан куда делись кстати люди почему ее хотели разобрать потому что не было прихожан но ее отстояли посмотрите белые камни на гробные плиты вот они были все под землей это тоже надгробные плиты которые здесь были под землей когда они откапали когда они вот эту землю откапывали они их нашли да да а там приклеено было нет нет это они просто поставили они были под землей валялись вот оказались все под землей все эти плиты а вот про этот дом экскурсовод я когда первый раз ходила мне попалась экскурсия она сказала у нее спрашивают что окна в земле да да окна в земле потому что Москва вот культурный слой рост на один метр сто лет четко да я это записала зафиксировала у меня с ними ничего себе скорость ну смотрите мы выходим на Петровский бульвар вот там у нас та самая труба про которую говорил Гелировский вот эта неглинка которая вот самая нижняя точка и вот туда там тоже проходит вот это у нас белый город вот здесь вот идет якобы его срыли и убрали на самом деле он там так и находится потому что когда вот я фильм делала кусочек она успела захватить раскопок настоящего стены белого города и вот в этих пределах и сама при Екатерине не то что при Иване Грозном а при Екатерине был приказ чтобы не было деревянных домов соответственно никакой деревянной никаких кладбищ здесь уже не могло быть уже при Екатерине это был полностью застроенный город с этими белыми стенами Галина вот напротив этой белой стены находится дом в котором я родилась такой серый он был шестиэтажный и сейчас там настроили два этажа так вот если представить ну то есть внизу там полноценный четырехметровый этаж и если представить то он как раз находится стоит на одном уровне с этой белой стеной которая вот там откоп а вы знаете просто сейчас тебе как-то в голову пришло вполне вероятно вот этот указ Екатерина был выручен когда например Саня достает нас на закупанных домах в трое этаж из дерева и тогда могли запретить это попозже да указан вот смотри у нас тут это уже после последнего засыпа потому что первые первые у них видимо было два удара и два засыпа прослеживается потому что у меня один рабочий я вчера посмотрела свои эти самые кто мне писал и один написал что в этом районе они прокладывали откапывали трубу он сказал что на глубине 3 метра они наткнулись на мостовую мостовую наткнулись а у Макарова писал что тоже на глубине 3 метра в районе Суворовской площади они наткнулись не просто на мостовую а еще на гранитные ограждения вы представляете какая была улица с гранитными ограждениями Но если, получается, у нас была шлюзовая на Павелецкой, шлюзы были при Екатерине обладной канал, и неглинка была в канале, это была технология. Вот фрагменты разноугольной стены, непонятный фрагмент, кусок. Там часть Петровского монастыря, он частично разрушен, он весь настроен, перестроен. И самое интересное, что вот здесь вот, мы здесь гуляли, и здесь они достраивали, и нас гоняли, здесь чуреки нас гоняли. Вот что они здесь откапывали, какие-то вот камни откладывали. Вот, не знаю тоже, когда ее подкладывали, вот эту штуку. Наверное, да. Вот тоже что-то откопали, оставили. Вот это вот. Даже какие-то рисунки тут были на этой плите. Да, а этот чудинок тут сейчас быстро запрошел. Все, что надо. Он даже сейчас прочитал. Ну тоже литье, девочки, посмотрите, какой камень, это литье. Да, да. И вот этот дом здесь сохранился, то здесь был белый камень. Вот это вот. Короче говоря, когда мы здесь были, здесь еще не было заштукатурено вот эта стена из белого камня. То есть это очень старая постройка, вот это низ этой постройки, очень старый. То есть он может быть до Ивана Грозного еще. То есть он тоже может быть с 14 века. Белый камень здесь был. Но сейчас они заштукатурили, уже не видно. Ну хотя бы во двор можно зайти. По поводу хронологического двига, он же как бы, получается, был? А сколько времени от Ивана Грозного до нашего? Насчет хронологического двига я пока не могу ничего сказать, потому что это они шуруют, опять они вас путают. Я пока вот иду по линейной, потому что двиг, может быть, двиг опять-таки он нужен смысловой. Ради чего это делается? Значит, что-то спрятать, что-то скрыть. Либо что-то вкусить, какую-то чью-то родословную впихнуть. Да, да, да. Но может быть, не было столько лет. Может быть, это все действительно белый камень, но ему там не 600 лет, а и, ну, что, ну... Не могу пока сказать. Не могу сказать. Не буду врать и не буду сочинять. Мне надо будет подумать. Ну, почему-то, почему-то, почему-то открывают от нас. Это есть для другого, для других, для других, для других. Почему вообще с ней говорят, что мы пятая цивилизация? Не знаю. Это опять-таки они нам говорят. Вся информация идет от нет, и вот они подхватывают и начинают ее, как мухи, разносить эту информацию. И у нас, понимаешь, мы не можем сосредоточиться, мы не можем сами заключиться, поймать нить. Потому что они нам ее постоянно сбивают. Вот эти вот тоже умники. Так, смотрите, с масочным режимом. Только народ начинает... Прикрывают этим масочным режимом. Прикрывают, понятно. То есть они в нарушении. Народ начинает раскапывать, протестовать, а не тут же какое-то внесение изменений. Да. Приключили закон.